Лилиана Пинковская 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 Хотя бы за месяц до пляжного сезона успеть избавиться от вот этих вот совершенно не красящих внешности. И не только ножки, и короткие юбки, и очень часто это на лице. Эта проблема очень часто бывает на лице, и там она усугубляется, и даже бывают воспалительные моменты, это даже осложненная проблема, называется розацея, это такие розовые угри. И эта проблема решается очень быстро, но опять-таки подчеркну, что кроме того, что мы удаляем, пациент очень доволен, сразу все прекрасно. Ну конечно, если результат сразу виден, конечно. Он в ту же секунду виден, только прикасаемся манипула, тут же виден результат, сосудики исчезают, все хорошо. Но не нужно на этом заканчивать лечение, хочу подчеркнуть. Обязательно нужно с доктором поговорить, чтобы вам, соответственно, доктор поймет, почему эта причина именно у вас, почему эта проблема именно, по какой причине именно у вас возникла. Раз. Соответственно, зная эту информацию, доктор посоветует, как правильно сделать профилактику, чтобы больше вы не сталкивались с этой ситуацией. Ой, отлично. Ну я думаю, что сейчас вы дали надежду многим девушкам, которые хотели надеть короткие юбки, но не могли. А, кстати, вот почему только девушки? Мужчины страдают этим заболеванием, недугом? Да, да. Кстати, это уж, ну хоть что-то мы нашли, что и у мужчин тоже есть, да? Есть, у мужчин тоже есть такая проблема. И так же, абсолютно так же она решается, что у мужчин, что у женщин. Буквально за одну процедуру, в считанные секунды, не минуты, секунды, мы избавляемся от этой проблемы. Это очень приятно. Друзья, вы можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы Лилиане, мы с радостью ответим, с радостью примем все ваши звонки, так что общайтесь с нами. Раз мы уже заговорили о том, какие процедуры лучше делать сейчас, пока не наступила жара, вот как на мой взгляд, мне кажется, что удаление таких неприятных вещей, как папилломы, бородавки и там родинки, вот сейчас наверняка тоже самое время избавляться от этого лишнего груза. Совершенно вы правы, мне прямо вы очень-очень грамотные вопросы задаете. Спасибо. Очень правильно. Действительно, опять-таки, почему? Для того, чтобы потом, не тело, открытые части тела, встречающие ультрафилетовые лучи, которые скоро будут очень активны, в летний период, а мы живем на юге, этого нельзя после удаления, чтобы не получить осложнение, как такое осложнение, как посттравматическая пигментация. Поэтому мы обязательно заблаговременно удаляем и одеждой, и защищающими препаратами обязательно. Но это мы, опять-таки, отдельно скажем, что кожу надо постоянно защищать, несмотря на сезон. Осень это, зима это, несмотря на сезон. Просто у нас защита будет более высокая в летний период, поэтому кожу мы защищаем постоянно. А сейчас нам хватит какого вот СПФ, да, вот сейчас на весенний период? Сейчас объясню, вот смотрите. Я хочу, потом вернемся куда-либо. Да, потом вернемся. Значит, СПФ-фактор, знаете, когда в аптеке говорят 50 или 100, мощный СПФ-фактор, кажется, действительно мощный. Но мы не знаем, у каждой фирмы есть своя линейка. Есть фирмы, у которых 25 – это максимально. Есть фирмы, у которых 36 – это максимально. Соответственно, если 20 у фирмы, у которой линейка 36, это хороший СПФ будет, да? А если 20 у фирмы, у которой линейка заканчивается на 100, это будет очень мало, понимаете? Конечно, да. Поэтому мы должны знать, данная фирма, какую дает линейку, и, соответственно, мы подбираем циферку. Но тут циферка в соответствии с линеечкой, да, цифра, то есть максимальная, средняя и так далее, это в зависимости от ситуации, от времени года. Тут очень важно, чтобы защита была УФБ и УФА. То есть, ну, аббревиатура должна быть… Это мы сможем прочесть на покупке. Обязательно. Аббревиатура должна быть УФБ и УФА. Почему? Потому что мы защищаемся обязательно от А и от Б лучей. Ни в коем случае нельзя, чтобы была защита только от одного вида лучей. Смотрите, в солнечном спектре есть, ну, три вида лучей. А, Б и С. Луч С нас не интересует, потому что он задерживается в атмосфере и совершенно не доходит до… к нам, не имеет никакого отношения. Луч А, он более длинный и проходит достаточно глубоко в дерму. И вот именно он и вызывает изменения, которые мы называем фотостарение кожи. Оно настолько яркое, что дали ему даже такое название фотостарение кожи. Потому что это очень большой процент, который провоцирует старение, да. А луч Б, он рассеивается на поверхности кожи в эпидермисе. Вот поэтому это и посттравматическая пигментация. Вот, чтобы вас не путать, давайте так. Так, если вот у нас есть защита только от А лучей, то мы сгорим. Кожа сгорит, она не защищена от Б лучей, они не рассеиваются равномерно в эпидермисе и будет ожог. Если у нас защита только от А лучей, то у нас будет изменение в глубинных слоях кожи, которые мы не отследим, мы не знаем об этом. Нам кажется, что мы защищены, неприятности с нами происходят. Поэтому защита должна быть обязательно от А и от Б лучей. Спасибо, это очень дельный совет. И мальчики, вы вообще защитой пользуетесь какой-то летом? Я тебе скажу, что я достаточно сложно загораю, у меня практически не берется загар, поэтому, собственно, и не пользуюсь. Наверное, это плохо или как? Хорошо это или плохо? Вот если на меня загар не берется, то стоит ли применять? Нет, то, что загар не берется, это ваша особенность. Это не есть ни хорошо, ни плохо, так как глаза кариек или коричневые, какие лучше. Ой, кари или зеленые, например, да, какие лучше. Тут нету хорошо или плохо. А вот то, что вы не пользуетесь защитным кремом, это плохо. Потому что, понимаете, как это... Очень любим мы загорать. Но сегодня уже много вы слышали от меня в первый раз. Вы слышали о том, что ультрафиолетовые лучи, надо защищаться, не нужно сгорать. Ни в коем случае не долго не находиться на солнце, не баловаться солнечными ваннами, надо их дозировать. Нужно понимать, что загар – это защитная реакция кожи. Понимаете, да? Собственно, сам по себе загар так устроен организм, что он держит баланс. И загар – это уплотнение слоев кожи. Она защищается. Поэтому-то и, знаете, когда проблемная кожа, говорят, ой, я так жду лета, загораю, и лицо выравнивается, там, на спина. Но ли это мой цвет ровненький вообще? Да, ровненький. Это камуфляж, это не решение вопроса. Это кожа уплотняется. Цвет немного, да, сильно камуфлирует. Но когда уходит загар, проблема возобновляется с большей силой. Почему? Потому что кожа очень пострадала. Происходит серьезная трансформальная потеря влаги. И, знаете, я, чтобы напугать, я вот так, вот такой даю пример, я многих пугаю этим. И так доходчиво. Я думаю, все видели в огородах в начале сезона шланг поливочный. Да. Резиновый такой, эластичный, да, гнущийся, правда? А потом все видели в конце сезона, летом, тот же шланг, только он в белых таких морщинках, трещинках, и совершенно не гнется. Видели, правда? Вот это кожа после загара. Шланг новый, это кожа здоровая. Шланг негнущийся, это шланг... И представьте себе, вот этот резиновый шланг находился на солнце. Вот то же самое происходит. Стимулируется такой окислительный стресс кожи. Свободные радикалы, это окислительный стресс, это активизируются свободные радикалы, которые очень пагубно влияют на кожу. Образуются так называемые коллагеновые димеры, то есть кожа становится менее эластичной. Поэтому-то и мы получаем, знаете, если очень внимательно после загара, под хорошим светом посмотреть на кожу, мы увидим сеточку морщин. Это очень ярко видно, если внимательно присмотреться, то есть вот это каждым разом усугубляется. Поэтому лицо, шея, декольте – это вообще зоны табу для загара. Ни в коем случае. Для женщин, ну, мужчин как бы это не так, очень волнует. Но женщины всегда хотят быть красивые, молодые, привлекательные, поэтому, вы знаете, в 19 веке, ну, они много не знали, косметологии такого слова дальше даже не было, да. Но под зонтиками прятались. Совершенно верно. Но женщины понимали, что они хотят быть долго красивыми, молодыми, не было у них косметологических, никаких процедур и так далее. Но вот эти знания уже были в то время, да, шекополые шляпы, зонтики. И леди, они всегда были белокожие. Это был признак, ну, аристократизма белой кожи, да. Это вот девушка из высшего общества. Но я думаю, сейчас этот тренд возродится, кстати, потому что это кадром от здорового образа жизни. Вот у нас у Николая Покровского есть вопрос какой-то, видимо, его беспокоит кожа. Да, если только у Николая Покровского, есть еще у наших телезрительниц, потому что, я напомню, мы в Фейсбуке и ВКонтакте принимаем любые ваши вопросы к Ляне, передаем ей. Но у меня есть вопрос такой. У нас некоторые люди ходят на море, сидят вот до последнего, пока не покраснеют, и считают, что это самое страшное, что с ними может произойти, это будет печь, жечь и все остальное. А потом сметанкой намазали, и все прошло. Допустим, человек сгорел, помучился немножко, у него это все прошло. Может ли ему зимой напомнить об этом, его это сгорание? Обязательно. Не только зимой. Это уже все. Это уже на всю жизнь. Это уже записано на коже на всю жизнь. Это нарушение ДНК. Клетки запоминают этот загар. Не запомнили. И уже не будут отвечать. Более чувствительные будут к солнышку. И ответ будет более яркий. И уже от этого никуда не деться. Хотя мы имеем в своем арсенале массы и аппаратных процедур, да, мы имеем в своем арсенале пилинги, которые восстанавливают физиологию кожи. Но это уже невозможно убрать. Это доказано, да, доказано, что это уже... А веснушки, которые остаются после того, как загоришь на солнце, можно убрать? Убираются, да, убираются. Но, понимаете, информация, это уже клетка запомнила. Понимаете? То есть вот эту агрессию клетка уже запомнила. И вы уже не будете изначально так реагировать. Вы уже должны понимать, что там тонко, там порвется. Мы можем залатать, мы можем укрепить. Но вы понимаете, да, что это тонкий лед. И тут поэтому как бы береги платье снова, да? А вот Лиляна взбудоражила эта тема наших телезрителей и наших соведущих тоже. Взбудоражила, действительно, потому что вот спрашивает телезрительница, но она вот уже о загаре в солярии спрашивает. И, собственно, о сеточке, мне кажется, что это вернет нас к первой теме, которая была. У меня такая проблема, после загара в солярии на ногах вверху начали появляться пятна. Они не чешутся и не шершавые, похожи на сеточку. Как будто полопались капилляры. Раньше такого никогда не было. И сгорала я всегда быстро, загорала я всегда быстро, и загар ложился ровно. Может, они появляются от того, что я делала в первые три месяца и сменила солярий. Ну, видимо, девушка в одном солярии была, а потом в другом. И еще всегда она совмещала загар в солярии и загар на солнце, а теперь не может. Ой. В общем, целая сложная история. Девушка, как я понял, вот как я понял вопрос вот в этой сеточке, которая появилась после солярия. Это после... Возможно такое, да? Да, возможно такое, потому что идет мощнейшая трансдромальная потеря влаги, ослабляются стеночки сосудов и появляются сеточки. Это возможно такое, это очень даже провоцирует, собственно, эту проблему. И я хотела бы сказать, что многие страны Европы уже запретили солярий. Запретили. И очень правильно сделали. И если люди думают, что солярий, искусственное солнце, оно какое-то такое, какое-то особенное, и там можно сгорать, загорать и до коричневой корочки, то совершенно нет. Получаем те же неприятности, что и на естественном солнце. Причем, к сожалению, не всегда вовремя меняются лампы. И это намного хуже, чем естественное солнце. То есть старые лампы это очень плохо. Ну и как бы очень сложно отследить пациенту это. Поэтому я не рекомендую рисковать, играться со своим здоровьем. Потому что, вы знаете, я говорю, до определенного времени у нас есть потенциал, который используется. Но если им разбрасываться, то очень рано можно его израсходовать, и потом негде будет взять. Все, негде будет взять его. Поэтому в силу, наверное, молодого биологического возраста девушка не задумывается. Вот ей нравится вот загорать до коричневой корочки, но потом вряд ли она найдет ответы на свои вопросы и помощь, такую адекватную помощь. Потому что можно будет уже просто держать под контролем эту ситуацию, как-то ее улучшить. Но если исчерпать потенциал, то... Зачем? Зачем исчерпывать потенциал? Мало того, кроме сосудистой сеточки, это не так уж и страшно. Я начали программу, сказала, что это удаляется буквально на счет раз в доли секунды. Очень просто решается эта проблема. Но есть другие вопросы, которые провоцируются солнышком. Это новообразование. И частенько эти новообразования при вот таком поведении, как, например, наша телезрительница, могут дать совсем нехорошие последствия. То есть перерождаться, и там уж совсем уже будут онкологи заниматься, и неизвестно прогноз не самый хороший. Мы, конечно, желаем нашу телезрительницу крепкого здоровья, пытаюсь подобрать слова такие мягкие, но вот как бы... Но это действительно правда, и мы просто пытаемся, мы, Лилиана пытается нас предостеречь, чтобы мы себя всегда чувствовали хорошо, молодо и здорово. Давайте перейдем к вопросу о бородавках и папилломах, который меня интересовал. Бородавки, папилломы, и небусы, родинки, это все новообразования, значит, которые требуют удаления. Во-первых, это эстетически не совсем привлекательно. И вот папилломочки, новообразование доброкачественное, нет смысла их бояться, это вирусного характера новообразования. Передаются от человека к человеку, да? Да, да. К бытовым путям. Да, нужно поднимать иммунитет обязательно, доктор это все прописывает. Опять-таки мы не заканчиваем только удалением, да? Собственно, мы должны причину, обязательно всегда мы рассматриваем причину и работаем с причиной. И обязательно, вот очень рекомендую, настоятельно рекомендую удалять, буквально срочно удалять новообразование, особенно папилломы, часто там бывают папилломы, в местах, где они могут травмироваться. Например, область шеи, воротник, рубашки, цепочка. Цепочка, да, это, например, на теле, в области груди, нижнее белье. То есть там, где папилломы очень часто могут травмироваться, лицо у мужчины при бритье и так далее, родинки, невосы. Обязательно нужно удалять, потому что постоянная травматизация может вызвать, ну, неконтролируемый рост клеток. И, опять-таки, нехорошие последствия, зная, мы сегодня живем в 21 веке, уже глупо так с собой поступать. Поэтому процедура, опять-таки, совершенно безболезненная, легкая. Одна процедура достаточна для того, чтобы избавиться от новообразований. Доктор пропишет, что необходимо сделать для повышения иммунитета, и вы забыли об этом, и не будете переживать. И, как бы, знаете, и что еще? Из моего опыта хочу сказать, ни в коем случае не надо прижигать чистотелом и так далее, йодом. Я уже видела вот такие ситуации, когда потом приходилось лечить последствия вот этих удалений домашних. Бородавки. Бородавки, причем я знаю, что существуют бородавки не просто те, которые видно, да, а существуют еще какие-то вот с корешочками. Вот это удаляется нехирургическим путем? Хирургическим путем. Это невозможно удалить нехирургическим путем. Но у меня, например, есть такой радиоволновой нож. Это очень такое хорошее изобретение, хорошая помощь доктору и пациенту. Опять-таки, очень быстро, совершенно безболезненно. Делается чистый срез, позволяющий очень быстро рамки затянуться, восстановиться без следа, абсолютно не оставляя никаких шрамов впоследствии этого удаления. И даже те бородавочки, о которых вы говорите, более глубокие, подошвенные бородавки, будут труднодоступны в местах бородавки. Бородавки в тех местах, где они могут травмироваться, очень легко убираются. Единственное, несколько дней после удаления вы будете более внимательны, чтобы не травмировать место удаления. Ну вот и все. В общем, неразрешимых задач нет. Николай Покровский, что у вас? Для нас нет. И почему-то хочется с тобой официально общаться, когда ты так далеко находишься. После неразрешимых задач ты так резко на меня перешла. Пишет нам наша телезрительница Юлия. В сауне сделали... Ну, это не относится к нашей именно данной теме. В сауне сделали скраб из натурального кофе, после чего на лбу, подбородке и шее появилась мелкая сыпь. Что с ней делать? У меня вот вопрос от меня дополнительный. Я, конечно, небольшой заток, но такие процедуры вообще делают на лице? Да я чего-то думал, что это для тела, мне казалось. К сожалению, делают. Я сейчас объясню. Смотрите, это абразив, да? Крупинки кофе абразив. Ну, даже любят и соль смешать там с чем-то, да? Песок, да. Сахар. Наверное, крайне неприятно. Знаете, так фантазируют, это просто мы будем долго перечислять, да. Иногда смешно, иногда удивительно. Но смысл в том, что абразивные скрабы рекомендуют, в принципе, ну вот как бы самолечением не надо заниматься. Все требует профессионализма. Потому что, сейчас объясню, представим себе кожу. На коже, нам кажется, что она гладкая. Но кожа не гладкая. Кожа состоит в клеточке, как чешуечки. Они уложены друг над другом и склеены липидные прослойки. Так вот, абразивы, когда катают по коже, да, вот скрабируют, они подымают чешуйки. Понимаете? И подымают, и нарушают липидную прослойку. И тем самым нарушают защитный слой кожи. Поэтому попадает инфекция сыпь. Это очень помогает. Причем в сауне, где влажно, это просто вообще великолепное условие для развития болезнетворных бактерий. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы не можете все это делать с постоянной силой давления. Абсолютно равномерно. Вы где-то сделали более активно, где-то вы сделали менее активно. И тем самым вы изменили рельеф кожи, нарушили его. Если посмотреть под микроскопом, то кожа будет абсолютно неровная. И сделали нарушенный микроверьеф, как бы ложные морщины, и нарушили целостность кожи. И теперь, как она будет восстанавливаться ступенчато, как она себя будет вести, у кого какой иммунитет, у кого-то это пройдет незаметно. Скажет, кто-то послушает меня, скажет, да боже мой, я это миллион раз делала, ничего такого не было. Ну вот, пожалуйста, как бы тут каждое правило имеет исключение. Но, понимая механизм этого процесса, всегда к абразивным пилингам относимся очень деликатно. Их используют в процессе процедуры по назначению. Профессионально. Профессионально, да. И далее закрывают место воздействия правильными процедурами. Ни в коем случае нельзя это делать. Даже не рекомендую делать это на руках. Так что, если вы любите себя, все-таки обращайтесь к профессионалам, а не занимайтесь самолечением. Потому что это же все-таки тоже какое-то лечение, профилактика. Советую лучше немножечко потратить больше времени, но сходить к настоящему профессионалу. А вы знаете, вы так боялись сказать, что потратить больше времени и денег. Я вот вспомнила момент, я вам говорила на прошлое, по-моему, да, пришла ко мне девушка. И говорит, я смотрю, у вас уже много-много лет, а я вас уже как бы даже знаю, все вот как бы, я пытаюсь что-то рассказать. И это я знаю, эту передачу я смотрела, и это я слышала, а вот это у меня подруга была, знает. Я говорю, хорошо, а почему же столько времени вы не приходили? Она говорит, ну как-то я переживала, что все это очень дорого, и как бы не для меня, и так далее. Ну, вот как-то этот такой барьер стоит. Ну, у многих людей есть такой барьер, да. И очень сильно, и она говорит, я, ну, не думаю, что я могу себе позволить. Ну, любопытство взяло верх женское, и она говорит, я узнала, что консультация, ну, Господи, консультация, я могу себе позволить, вот я приду на консультацию. Оказалось, вопрос, к которому она пришла, то, что ей хотелось очень давно решить, то, что ее очень беспокоило. Процедура стоила 250 гривен. Она просто была, она говорит, почему я не пришла столько лет тому назад? То есть, вот как бы, вот это, знаете, кто владеет информацией, владеет миром, это очень правильно сказано. Нужно просто поговорить не в принципе о ситуации, а нужно поговорить о своей проблеме. Нужно просто взять трубку, позвонить, договориться о встрече, и на этой встрече вы все поймете, выясните, что это не так уж и дорого, и вообще не дорого, и не так уж много времени занимает и ваших сил. А в итоге очень даже полезно, да, и результаты стоят того. Лилиана, наше время подошло, к сожалению, к концу, но мы с вами встретимся через неделю и продолжим наше увлекательное общение. Спасибо вам большое. С нами была Лилиана Пеньковская, врач, дерматокосметолог высшей категории. Спасибо.